Теперь бродить по обновленным дворам микрорайона Солнечный особенно приятно. Начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского района Вера Попова рассказывает, что было сделано. Основные работы были связаны с асфальтировкой проездов, заменой асфальтового покрытия, устройство новых тротуаров, ремонту тротуаров, устройство парковочных машин и мест дополнительных. Благодаря этим работам у нас на территории появилось 100 машин и мест еще к тому, что существует, детские игровые площадки, 6 объектов. Из них 4 это для спокойных игр детей, в принципе это лавочки, песочницы, где можно позаниматься творчески детям и 2 полноценные спортивные с качелями, каруселями. Главная задача, которая ставилась перед подрядчиками, привести территорию в соответствии с современными требованиями, в том числе сделать пространство микрорайона доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. На центральной площади микрорайона Солнечный расположен памятный камень, из надписи на котором мы узнаем, что микрорайон был построен в 2003 году, то есть 15 лет назад. Время от времени отдельные участки здесь благоустраивали, но столь масштабные работы в микрорайоне провели впервые. Всего ремонт был проведен на территории в 9,5 тысяч квадратных метров. О том, что именно и где следует отремонтировать, предварительно спросили у тех, для кого эта реконструкция и предназначена. С жителями, перед тем, как мы выходим на работу, все же с ними согласовываем. Выходили, где обязательно, там, где обязательно, вот у нас детская площадка. Небольшой игровой комплекс, качалки, крутилки, ну и атрибут неотъемлемые, это скамеечки и урны. Как раз таки они встали здесь, мамы спокойно сидят. Ограждение, также обязательный элемент. Девчонки, а повеселее стало во дворе, когда площадку сделали? Конечно. Ну и сейчас здесь можно развлекаться, да, хоть нормально? Да, да, можно. Ну вот видите, жителям нравится. Мне нравится вот эта паутинка, вон те качели. Ну вообще здесь весело, да? Да. Тишину дворов микрорайона «Солнечный» наполнил шум строительной техники в начале июля. Правда, жители были не в обиде. Ход реконструкции лично курировал глава Ленинского муниципального района Валерий Венцель. На тот момент все, что сейчас можно увидеть воочию, было только в планах. Здесь будет комплексно благоустроенный двор со временными площадками, в том числе и спортивными, которые у нас за тем домом, за крайним, за шестым. Реконструкция микрорайона полностью финансировалась из местного бюджета. Ее стоимость составила порядка 20 миллионов рублей. В настоящий момент завершаются работы по установлению дополнительного уличного освещения. По сравнению с тем, что здесь раньше было, как изменилось все? Кардинально. Очень хорошо, очень красиво, аккуратно, чисто. Поддерживаем. Дети волнуются, играют с удовольствием. Спасибо большое, администрация. Мне нравится. То, что было и то, что стало, замечательно. Несмотря на то, что территория микрорайона значительно преобразилась, начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципалитета считает, что совершенству нет предела. Если нас поддержат, то полностью все, что на этой территории выложено брусчаткой, ее поменять, основание под ней заменить и уложить ее по новой. Причем не саму брусчатку, она довольно-таки хорошего качества. И глядя вокруг, верится, что и этим планам суждено сбыться. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.